Дисклеймер. Большинство перебивок в этом видео снято нашим оператором Константином. Нормальные люди, в том числе и я, такую музыку, естественно, не слушают. Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка или YouTube Music. Чем отличаются эти сервисы и что же выбрать? Обо всем этом расскажу сегодня. Заставоньку. Буквально полтора года назад я перешел с Apple Music на Яндекс.Музыку. Но с тех пор многое изменилось, к тому же на рынке появился Spotify, сервис у которого есть потенциал победить все остальные. Поэтому сравним самые популярные сервисы и начнем с Apple Music. В iOS 14 ее изменили и я буду сравнивать именно эту версию как более допиленную. Стоит подписка 169 рублей, но есть студенческая за 75 рублей в месяц и семейная 6 пользователей за 270 рублей в месяц. За эти деньги вы получаете лишь Apple Music, никакие другие сервисы туда не входят. Есть пробный режим в 3 месяца. Библиотека музыки довольно большая и насчитывает 60 миллионов песен. Транслируются они в кодеке AAC с битрейтом 256 килобит в секунду. Это аналог MP3 в 320 килобитах в секунду. Причем качество падает при плохом соединении, благо это можно изменить в настройках. Интерфейс у приложения не сказать, что простой. Тут целых 5 вкладок. Вкладка слушать показывает вам все, что рекомендует послушать сервис. Тут подборка лучших вариантов. Радиостанции, в том числе и персональная. Недавно прослушанные. Специальные миксы, собранные на основании ваших предпочтений. Плейлисты по жанрам. Исполнители, похожие на уже залайканных. Новые релизы. Плейлисты с самыми прослушанными композициями за тот или иной год. А также плейлисты на основании уже существующих плейлистов. И плейлисты по это различные занятия. Будь то тренировка или книги. В общем, выбрать есть из чего. Еще есть вкладка обзор. И если по чесноку, то она делает то же самое, что и первое. Тут миллионы плейлистов, чарты. А еще можно выбрать музыку по настроению. Еще можно увидеть предстоящие релизы музыкантов. По-хорошему из этих двух вкладок можно было бы оставить одну и выкинуть половину вариантов. Но если вам сложно выбрать, что слушать, то Apple Music вам дает очень много вариантов. Третья вкладка полностью посвящена радио. Тут как подборки кураторов, так и недавно прослушанные. И естественно полный выбор радио по жанрам. Как по мне, одна из двух лучших вкладок. Четвертая вкладка ваша медиатека. Не только плейлисты и разделения по артистам, альбомам, песням, но еще и по жанрам. Тут же можно посмотреть клипы и недавно добавленные песни с альбомами. Пятая вкладка поиск. И она опять же частично дублирует первые три. Тут можно как найти что-то в поле поиска, так и увидеть экраны разных жанров и настроений. Не сказал бы, что интерфейс простой и в нем легко сориентироваться. Вкладки частично дублируют друг друга. Но если вы прям очень хотите слушать много всякой музыки, то для вас это может быть плюсом. Лично мне такое мешает. Внизу любой страницы отображается плеер с той песней, которую вы слушали последний. Интерфейс плеера минималистичный. Обложка, исполнитель, песня, контроль воспроизведения и громкости и три кнопки. Караоке, режим который включает слова песен вместо обложки. И развернуть его можно на весь экран. Кнопка AirPlay, которая выбирает где играть музыку. И кнопка плейлиста, чтобы увидеть, что же там дальше. Если тут пролистнуть вверх, можно увидеть историю прослушивания. Тут же и кнопки перемешивания, повтора и воспроизведения похожих треков после завершения плейлиста. Кнопки лайк и дизлайк почему-то запрятаны в троеточие, что совершенно не мотивирует их использовать. Тут же, помимо стандартных действий, можно создать радиостанцию по конкретной композиции. Подборки и плейлисты в приложении довольно неплохие. По сравнению с тем, что было два года назад, Apple Music явно изменилась в лучшую сторону. Очень хорошо, что прямо на стартовой вкладке можно нажать на свою радиостанцию и долго не искать, что же хочешь слушать. Но и выбрать, повторюсь, очень даже есть из чего. Что мне не нравится, как в подборках, плейлистах, так и в радио, да и вообще во всем интерфейсе Ябломузыки, так это отсутствие фильтрации по настроению или языку. Как вы прекрасно знаете, существует огромное количество людей, не желающих слушать, к примеру, российских исполнителей или конкретно русский рэп. А его Apple Music просто обожает, подсовывая то тут, то там призывы послушать еще один ввысь... В смысле, альбом? Хорошо, хоть в радио этого не попадается. Еще одна штука, которую никак не могу понять. В Apple Music лайк песни и ее добавление в медиатеку это совсем разные вещи. Плейлиста с тем, что ты залайкал, попросту нет, разве что создавать собственный плейлист нравится и закидывать в него песни вручную. Есть и альтернативный вариант, добавлять песни в медиатеку, но туда добавляются и альбомы, прям целиком, поэтому это ни разу не такой опыт. Это супер странно и увидеть, что ты там залайкал, можно лишь запросив у Apple все свои данные. Загрузить любую музыку можно, нажав на песню или на альбом, а вот загрузить разом все свои треки в медиатеке нельзя, придется отдельно загружать альбомы или песни. Ладно, на самом деле можно просто в настройках нужно поставить галочку в пункте автоматические загрузки, и тогда вся ваша медиатека будет загружена в телефон. Также можно ограничить место, которое занимают песни на телефоне до 16, 32, 64 или 128 гигабайт. Полезно. Также тут можно настроить эквалайзер, правда только из 23 предустановок, поставить коррекцию громкости, ограничить передачу данных по сотовой связи и даже указать использовать ли историю прослушивания для улучшения рекомендаций. Приложение Apple Music есть как для айфона, так и для андроида, а также на macOS, tvOS и даже в виде корявого iTunes для винды. Также есть веб-версия, для приставок на андроид приложения нет, зато есть для Apple Watch. Из крутых фишек можно выделить управление с помощью Siri, присутствие в HomePod и присутствие видеоклипов прямо в приложении. А, еще можно поставить любую песню из Apple Music на будильник, да видно, что ты там нараспознавал через Shazam. Но самая крупная фишка это, конечно, режим караоке, что хорошо, работать он может как в полноэкранном режиме, так и в обычном. А нажатием на строчку переходим к тому месту в песне, где она начинается. Отлично продумано. Темная и светлая темы есть на обеих мобильных операционках. Интеграции с другими источниками нет, слушай в экосистеме, слушай и страдай, если не в ней. Разве что на iOS можно интегрировать музыку в Google карты. Что по опыту использования? До iOS 14 Apple Music мотивировала тебя слушать то, что ты уже добавил. Даже первая вкладка была медиатекой. Рекомендации, как по мне, у этого сервиса довольно неплохие, но очень уж любят российскую музыку, которую никак не отфильтровать. В целом сервис довольно хороший и от поколения к поколению улучшается. Но большинство людей, которые его используют, как по мне, закоренелые яблочники попросту не хотят переходить с него. Потому что не хотят пробовать что-то новое, геморроиться с переносом и привыканием к новому интерфейсу. Плюс, наверное, не очень очевидно, но Apple Music был первым в Российской Федерации нормальным лицензионным музыкальным сервисом. И успел отхватить себе колоссальную долю рынка, поэтому сейчас так и популярен. Впрочем, с него я перешел на Яндекс.Музыку не просто так, поэтому следующей будет она. Стоит подписка Яндекс.Плюс 199 рублей для одного человека и 299 для четырех. Но сюда входит не только музыка, а еще и много ништяков. Часть каталога кинопоиска, все на что вообще действует подписка, это более 7000 фильмов и сериалов, скидки на такси в тарифах комфорт, комфорт плюс и бизнес, скидка на каршеринг, и это еще не полный список. Так что увеличенная стоимость, как по мне, полностью оправдана, да хотя бы только тем же кинопоиском. А вот то, что в семье может быть лишь 4 человека и отсутствие скидок для студентов, не очень. Бесплатный период тоже не поражает воображение лишь месяц. Библиотека песен более 60 миллионов по состоянию на конец 2019 года. Однако же многие говорят, что не находят тут привычных песен. Я же нашел все, что надо было. Передается музыка с битрейтом в 320 килобит в секунду, но только если включить в настройках пункт «Высокое качество». По интерфейсу все очень хорошо структурировано. Здесь 4 основные вкладки. Вкладка «Главная». Тут вам предлагают все возможные подборки, в том числе и персональные, и даже подкасты. Для музыкального сервиса это, как мне кажется, очень хорошо. Тут же есть новые релизы, чарты и плейлисты с новинками, на которых отображаются лайки. Все довольно лаконично, а еще тут отображается точечка, как только в персональных плейлистах появляется что-то новое. Недавно появилась новая вкладка с подкастами, при этом предыдущих вкладок это не изменило никак. Тут редакционные подборки лучших подкастов для начинающих, новые выпуски, об отношениях, а внизу сортировка по тематике. Третья вкладка это только радиостанции, которых, кстати, не было в первой. Тут можно выбрать радио на любой вкус и цвет. Наверху предложены несколько рекомендуемых станций, ниже целое раздолье. Настроение, занятия, жанры. Сюда же затесались и сказки с детской музыкой, и подкасты, саундтреки из фильмов и сериалов, и даже эпохи. Офигенно для любителей, например, музыки 90-х. Следующая вкладка «Моя музыка». Тут, что логично, собрана ваша медиатека. Отдельно выделен плейлист «Мне нравится», и кроме стандартного списка исполнителей, альбомов и треков, есть еще и подкасты. Тут живет список тех подкастов, которые вы залайкали. Таким же образом можно отслеживать и новые их выпуски. Удобно. Список скачанных треков тоже тут есть, и главное, можно скачивать что угодно. Все треки сразу, либо только понравившиеся, ну и, естественно, отдельные альбомы и треки тоже. В этой же вкладке живут еще и недавно прослушанные альбомы и исполнители. Недавно прослушанные треки тоже есть, но не здесь. Также в моей музыке живут настройки подписки и самого приложения. Не слишком очевидно, но можно найти. Во вкладке «Поиск» естественно не только поиск, но и подборка того, что искали пользователи. История вашего поиска по свайпу вправо – это хоть и не браузер, но ее можно очистить. И распознавание музыки никакой шазам не нужен. Как видите, структурировано все, если не идеально, то к идеалу очень близко. Внизу любого окна вас ждет плеер, в котором обложка, стандартные элементы управления, но еще и много кнопочек. Лайк справа и дизлайк слева. Внизу повторное воспроизведение, случайный порядок треков и настройки звука. В них можно не только включить высокое качество, а и настроить эквалайзер. В отличие от Apple Music, не только из предустановок, а и самому с помощью шести полос частот. В подкастах вместо настроек качества звука внизу появляется скорость воспроизведения. Тут четыре степени – от 100% до 200%. По нажатию на троеточие можно посмотреть текст песни. Правда, выглядит это очень уныло. Никаких тайм-кодов и автоматического скроллинга, текст не всегда соответствует реальному тексту песен, а еще не переключается автоматически, когда играет другой трек. В общем, эта функция тут чисто для галочки. В этом же меню троеточия можно слушать радио по треку, а можно и включить похожее на эту песни, что круто. Можно поскролить и посмотреть, что там. Также можно слушать на других устройствах, в перечне которых умные колонки с Алисой. Музыка включается с того места, на котором вы закончили ее слушать на телефоне и подгружается уже в умную колонку, а не в телефон. А вот функция истории прослушанных композиций спряталась в кнопке плейлистов. Тут можно увидеть, какой плейлист проигрывается и перейти в историю прослушанного. Сохраняется аж две тысячи последних прослушанных треков. Подборок и плейлистов хоть и меньше, чем в той же Apple Music, но это компенсируется хорошей структурированностью главной страницы, а также огромным количеством радиостанций. Что очень круто, в любой радиостанции любого жанра вообще можно задать несколько очень важных настроек. Вот кнопка настройки радио, и в ней можно задать настроение трека в соотношении новых и уже известных. И, наконец-то, хоть один музыкальный сервис это сделал, выбрать язык песен из трех доступных. Русский, сюда же почему-то учитывается украинский, белорусский языки, это бы надо исправить. Иностранный, ну, понятно, и любой, если вам не важно, что слушать. Тут нет кнопки предыдущий трек, и его действительно никак не включить, к тому же треки невозможно перематывать, и это, наверное, один из самых больших недостатков Яндекс.Музыки вообще. Еще мне не нравится политика приложений у Яндекса. Вот вам приложение для айфона и андроида, а дальше делайте, что хотите. Вот у нас есть веб-версия, но она, например, играет с глюками на том же Safari. Каким-то образом разработчики умудрились сделать довольно корявенькую версию приложения для винды, при этом для мака ее нет. Не говоря уж обо всяких Apple и Android TV, что было бы весьма логично для людей, имеющих дома ТВ-приставку и хорошие колонки. В общем, с приложениями для разных платформ ситуация плохая, возможно, даже худшая из всех приложений в сравнении. Обидно, потому что в остальном сервис очень хорош. Из прикольных фишек можно выделить систему фильтрации и настройки радио. Она чудесная и, правда, помогает. Присутствие музыки и Алисы в умных колонках. То, что подписка дает еще кучу ништяков помимо музыки. И интеграцию подкастов в сервис. Отдельно выделю рекомендации и специальные плейлисты. На день для семьи, дожавю и тайник. Созданные по разным принципам. Лично для меня они потрясающие и очень часто попадают в точку. В настройках есть очень прикольный пункт присылать пуш-уведомления о новых релизах артистов. Но за все время мне ни один пуш так и не пришел. В остальном настройки стандартные, есть светлая и темная темы. С интеграцией в другие приложения есть подвижки. Недавно музыку внедрили в навигатор. Навигатор, естественно, тоже от Яндекса. Но только так это и работает. Никакая другая музыка и навигатор тоже никакой другой. Что могу сказать по опыту использования? Очень-очень бесит невозможность переключения трека назад в режиме радио. Просто невероятно бесит отсутствие приложения и неадекватная работа в Safari под маками. И невозможность стримить музыку через Google Cast. Еще хотелось бы видеть список дизлайкнутых песен, чтобы иметь возможность отменить случайное движение или пересмотреть свои музыкальные предпочтения. Вдруг Моргенштерн начал нравиться. В остальном сервис, ну, очень хорош, особенно рекомендациями радио и настройкой нужной музыки. За все время залайкал в нем почти 300 треков, что для меня просто подвиг. И ни разу о том, что перешел на него с Apple Music, не пожалел. Дошли до самого интересного. Spotify. Его я принципиально не использовал до официального появления в России. Поэтому сравнивать будем строго то, что сейчас есть в приложении. А есть там, к сожалению, совсем немного из того, что есть в Spotify зарубежном. Сервис можно слушать и бесплатно, но с урезанными возможностями. Поэтому рассматривать будем только подписку. Здесь аж 4 тарифа. 85 рублей для студентов, 169 для одиночной подписки. Есть и прикольная опция Spotify для двоих. Чисто для парочек за 219 рублей. Ну и, конечно, семейная подписка тоже есть. 6 человек за 269 рублей. Не дурно. Для всех тарифов сейчас предоставляется бесплатный период в 3 месяца. И это отличное предложение, если не знаете, подойдет ли вам Спотти. Уж за 3 месяца точно поймете. Кстати, прикол двух самых дорогих тарифов в том, что там появляется специальный плейлист с музыкой, которая нравится всем, кто участвует в подписке. Умно и грамотно придумали. Библиотека Spotify по состоянию на ноябрь 2019 года насчитывает более 50 миллионов композиций. Но совершенно точно известно, что наличие альбомов и песен меняется в зависимости от страны подписки. Например, у меня недоступен был лучший альбом Дорна даже по ссылке друзей с иностранной подпиской. А через неделю появился. Такая лихорадка может быть со Spotify еще какое-то время. Поток передается в кодеке Oggvorbis с битрейтом 320 килобит в секунду. Это значит, что в Spotify песни компрессируются с наименьшими потерями, естественно, если включать в настройках максимальное качество. Кстати, тут выбор качества существенно разнообразнее, чем в остальных сервисах. Интерфейс. Тут вкладок всего 3 и, казалось бы, от этого интерфейс должен только выиграть. И действительно, на главное собраны все предложения сервиса. С самого начала то, что предлагают слушать Spotify. Потом то, что вы недавно слушали. Персонализированные плейлисты и подборки. Лучшие треки отдельных исполнителей. Радиостанции на их основании. И еще много-много-много подборок и категорий специально для вас. Именно в них и заключается сила сервиса. Тут не меньше выбор, чем в Apple Music. А организовано и подобрано все значительно грамотнее. Например, мне на главной не предлагают русский рэп. Зато предлагают плейлисты для тренировки, потому что я недавно их искал. Да еще и в тех жанрах музыки, которые мне нравятся. Короче, гениальные алгоритмы сервиса не миф. И больше всего я их заметил даже не в песнях, а вот на этой странице. Далее страница поиска. Естественно, не только поиска, а еще и категории выбора музыки по жанрам, настроениям и занятиям. И даже тут они поделены на те, которые предлагает Spotify специально вам и все остальные. Внутри подборки и плейлисты. В поиске, кстати, видна история того, что вы уже искали. Третья страница «Моя медиатека». Поделена она на плейлисты, исполнители и альбомы. В плейлистах есть залайканные песни, а еще тут можно искать по названиям плейлистов, если лень скроллить. Вообще, по описанию кажется, что интерфейс очень простой. И это недалеко от правды. Тут все хорошо структурировано и не слишком замудрено. В то же время очевидно, что сервис прям хочет, чтобы вы разобрались во всех этих плейлистах и регулярно их меняли. Очень обидно другое. Тут нет просто кнопки радио, чтобы слушать то, что придумал тебе сервис и не тратить ни секунды на решение, что же ты хочешь слушать сейчас. Лично для меня это очень критично во многих случаях. Спотти, у тебя же шикарные рекомендации и куча исходных данных. Ну реши ты за меня, что я сейчас хочу слушать. Перейдем к плееру. Тут стандартный интерфейс, но есть и лайк. Он расположен над полосой прогресса. Слева и справа от стандартных кнопок перемешивание и повтор. Снизу две кнопки Spotify Connect, о котором мы поговорим позже. И кнопка плейлиста, показывающая, что же там дальше будет играть. В меню с троеточием спряталась кнопка под названием Скрыть трек, своеобразный дизлайк. А также добавление в плейлист или очередь, радиостанция по композиции и хорошая фича под названием Таймер сна, которая говорит сама за себя. Пользовался ей уже несколько раз. При этом интерфейс плеера меняется при прослушивании персонализированных плейлистов. Тут есть лайк и дизлайк уже на экране плеера, но расположены они почему-то так, что легче дотянуться до дизлайка. Что могу сказать по рекомендациям? В плейлистах они действительно хороши и я регулярно что-то лайкаю. Но с персональными подборками не так все круто. Примерно 70% из них это мой плейлист с понравившимися треками. Зачем вообще такие персонализированные плейлисты, если я могу просто ткнуть в свой плейлист и кнопку Shuffle? Еще в персонализированные плейлисты сервис любит напихать кучу одного исполнителя и разбавить его через раз другими треками. В общем, надеюсь в будущем это изменится и алгоритмы улучшатся. Все же рекомендациями известен сервис, а не бесполезными персональными подборками. Фильтрации музыки, к сожалению, нет никакой, а эта фишка не помешала бы. Впрочем, частично фильтрацию по настроению заменяет куча подборок. Скачивать можно по плейлистам и альбомам. Также можно включить автоматическое скачивание плейлиста с понравившимися песнями. Приложения очень сильный козырь Spotify. Они, кажется, есть вообще для всего. iOS, Android, macOS, Windows, Apple TV, Android TV, даже PlayStation 4. Есть полуофициальный клиент для Linux и даже специальный режим езды в машине, который включается автоматически при подсоединении к тачке по Bluetooth. При этом все приложения, которые я попробовал, написаны реально хорошо, не коряво, работают плавно и не глючат. За это большущий респект. Но самый большой респект за другое, лучшее, что есть в Spotify, как по мне, это Spotify Connect. Вот это реально магия. Что это такое? По сути, это проприетарный протокол, зашитый во все приложения Spotty для всех платформ. Что оно дает? Смотрите, вот установил я Spotify на компьютер, телефон и телевизионную приставку. Так? На других сервисах мне надо переключать музыку с того устройства, на котором я ее запустил. Со Spotify же все не так. При запуске на другом устройстве программа спрашивает, хочу ли я продолжить воспроизведение. Я говорю, хочу, и теперь могу управлять всем уже с другого устройства. Но из того, где запускал тоже. Из третьего. И могу выйти из приложения на любом устройстве, кроме того, где играет непосредственно музыка. И ничего не случится. Почему до этого никто не додумался? Суть в том, что я не должен соединяться по Bluetooth с тем устройством, на котором проигрывается музыка. И это гениально. Еще прикольная фича коды Spotify. По сути, это аналог QR-кодов, но специально для программы. С помощью них можно делиться музыкой без ссылок. И даже включать специальный режим совместного прослушивания. Там же, где и Spotify Connect. Что очень круто для вечеринок и совместного подбора песен. Или, например, если хотите почувствовать себя ближе с друзьями на удаленке. И еще тут можно поделиться песней в Instagram сразу со ссылкой. Чего нельзя сделать с другими сервисами. Можно законнектить Facebook. А еще это, по сути, своей социальная сеть. Так что на людей можно подписываться, слушать и лайкать их плейлисты. И видеть, что они слушают прямо сейчас. В настройках можно очистить кэш и загруженную музыку. Но задать лимит места нельзя. Еще тут можно включить приватный режим. Чтобы, не дай бог, никто не увидел, что же вы слушаете. И какую музыку любите. Также тут можно настроить плавный переход между треками и эквалайзер. Либо из кучи предустановок, либо самому выбирая из шести полос. Также тут можно интегрировать Spotify в Google карты и навигатор от Waze. Что очень даже круто, особенно если вы живете не в России. А вот слов песен у нас нет вообще. Зато есть в тестовом режиме в других странах. Подкасты тоже у нас недоступны. А страницы жанров порезаны почти в два раза. Что очень грустно. Вообще, я взял подписку в ту же секунду, как это стало можно сделать. И перенес всю любимую музыку из Яндекса. То есть, исходных данных было предостаточно. И вот прошла куча времени. И у меня из персонализированных плейлистов все еще только шесть по исполнителям. Радар новинок и на повторе. На этом все. Приходится шариться по главной, чтобы найти больше годной музыки. И если честно, не сказал бы, что рекомендации Яндекса чем-то сильно уступают. Разве что со временем Яндекс стал рекомендовать гораздо больше той музыки, которую я уже полайкал. А мне это не сильно нравится, как не нравится и с персональными плейлистами в споте. Еще я очень хочу тут просто кнопку радио. Но, видимо, не судьба. Но фишек здесь просто дофига. И сервис хорош не только рекомендациями. Миллион приложений для всех популярных платформ. Лучшее качество музыки. Режим для автомобиля. Спотифай Коннект. Коды и совместное прослушивание. Социальные фишки и возможность делиться музыкой в Инстаграме. Гугл Каст. И это я еще стопудово что-то забыл. Кстати, если хотите подробно прочесть обо всех фишках спотифая, читайте в твиттере трет нашего редактора Макса. Ссылку я оставлю в описании. Ну и самый многострадальный сервис Google Play Music. Но уже нет. Уже YouTube Music. Дело в том, что в Google сами, видимо, не знают, что делать со своими музыкальными сервисами. И вроде как переносят все в YouTube Music, а Play Music закрывают. Вроде как в YouTube Music есть не все то, что есть в Play Music. Но Play Music закрывают, так что сравнивать будем именно YouTube Music. Стоимость 169 рублей. 269 рублей за семейную подписку для 6 человек. И 95 рублей за студенческую. Примечательно, что добавив к этим ценам по 30 рублей, можно взять общую подписку для YouTube Premium и музыки. Что, как по мне, гораздо выгоднее. Но пробный период для всех сервисов лишь месяц, что не очень много. Библиотека более 40 миллионов песен. Стриминг идет в кодеке AAC с битрейтом в 256 килобит в секунду. Прям как в Apple Music. Интерфейс. Навигация тут, пожалуй, самая минималистичная из всех сервисов. На вкладке «Главное» вас ждут рекомендации по артистам и плейлисты. Тут же так называемые джемы, а по сути персонализированные плейлисты. Их не сказать, чтобы много. Дальше идут рекомендованные видеоклипы. И, кстати, клипы – это вообще самая сильная сторона этого сервиса. Иногда тут еще бывают живые выступления. А потом просто миллион подборок по настроениям, жанрам и даже времени суток. Вот это прям хорошо. Тут даже есть музыка с YouTube каналов, на которые вы подписаны. Кстати, это единственный сервис, главную страницу которого можно обновить, потянув ее вниз. И она реально обновляется, подкидывая вам новые разделы практически при каждом обновлении, а не как в Яндекс.Музыке. Вот это топовая штука и очень жаль, что ее нет везде. Вторая вкладка – «Навигатор». Тут наверху две кнопки. Одна специально для новинок, они тут же дублируются. Вторая для настроений и жанров, которые тоже дублируются. Да, на этом все. И вот эта страница уже не обновляется. Третья страница – «Библиотека, где царит путаница». Дело в том, что YouTube Music взяла за основу систему Apple Music. И тут тоже лайк не равно добавлению в библиотеку. Из-за этого у вас отдельно исполнители – это авторы тех треков, которые вы добавили в библиотеку. Отдельно подписки – это авторы, за которыми вы следите. Точно так же отдельно треки – это то, что вы добавляете в библиотеку. И понравившееся в плейлистах – это то, что вы залайкали. Странная фигня, неинтуитивно. Кроме того, во вкладке можно найти то, что недавно слушали. При этом такой штуки, как радио, в YouTube Music вообще не существует. Есть лишь свой джем, и его никак не настроить и не отфильтровать. Все остальные рекомендации подаются в виде плейлистов. Но если включить отдельную композицию, после нее будут играть похожие. Радио по композиции и по артисту якобы можно создать. Но по сути своей это все равно сгенерированный плейлист из более 20 композиций, которые после окончания последней подгрузятся еще. К тому же оно и так создается автоматически. И, честно говоря, непонятно, зачем этот пункт в меню вообще. Перейдем к дизайну плеера. Обложку альбома можно изменить на клип, можно его и перематывать. Клипы есть не ко всем, но ко многим композициям. Качество видео можно менять по нажатию на троеточие и пункт качества. Тут же живут и традиционные пункты, вроде добавить в очередь. Кнопки лайк и дизлайк тоже вынесены на экран плеера, а внизу показано, что будет играть дальше. Эта полоса заодно является и кнопкой очереди. Что очень не понравилось, в приложении на айфоне нельзя свайпать, чтобы перемотать песни. Зато на андроиде запросто. Еще в приложении для айфона нет функции текстов песен, хотя с ней тут и так проблемы. Очень многих текстов попросту нет. Тут же нет вкладки похожий контент. Перемотка двойным нажатием опять же есть лишь на андроиде. Что за хрень гугл? Я понимаю, что у вас экосистема, но ни один другой сервис себе подобной фигни не позволяет. И за это вам дизлайк. Исправляйтесь скорее. Подборок тут достаточно много, хоть и не так, как в Apple Music. И алгоритмы рекомендации, на удивление, прям хороши, если не обращать внимания на то, что они тоже излишне любят российских исполнителей. Скачивание. У YouTube Music есть офигенная функция Offline Mix, позволяющая не думать долго и скачать то, что сервис считает нужным. При этом можно задать размер коллекции от 1 до 100 композиций. Отлично подойдет, если прям уже заходите в самолет, да и вообще функция топовая. По альбомам и плейлистам скачивать тоже можно. В настройках даже можно указать, скачивать клипы или нет, и в каком разрешении вплоть до 720p. В общем, для оценителей клипов лучшего музыкального сервиса попросту не существует. Зато с платформами тут не так все однозначно. iOS, Android и веб-версия. Да, на ТВ-приставках можно включить YouTube Music в составе обычного приложения YouTube, но это не так удобно, да и вообще с платформами какая-то грустная история. Из прикольных фишек, кроме клипов и перемотки их как на YouTube, а также лаконичности интерфейса и скачивания, офлайн-микса, ничего толком и не выделишь. Ну, хотя ладно, ручное обновление главной страницы это тоже неплохо. В настройках есть пункты для получения уведомлений о новой музыке и обновлении плейлистов, а также безопасный режим и, естественно, настройка качества. Интегрировать YouTube Music можно в Google карты, но опять же только на Android. По опыту использования скажу так, структуризация и логика интерфейса в приложении неплохая, но очень бесит отсутствие отдельных приложений для других платформ, недопиленность приложения под iPhone и вот это разделение твоих лайков и твоей же медиатеки. В чем вообще его смысл? Объясните мне, пожалуйста, в комментариях. К тому же обнаружил, что все лайки и плейлисты приходят в твой аккаунт на YouTube и видео с музыкой полностью перемешались, а в подписках еще теперь миллион музыкантов. Зачем я на YouTube хочу смотреть видео, а на YouTube Music слушать музыку? Это разные вещи, зачем их объединять? Итак, давайте раздавать места. Как мне кажется, это довольно субъективное дело. В каждом сервисе есть крутые фишки и у каждого своя целевая аудитория. Если Apple Music лучше всего подойдет яблочникам, то YouTube Music тем, кто вообще не хочет с музыкой заморачиваться никогда. Яндекс.Музыка щеголяет своими рекомендациями, интеграцией с умными колонками и кучей ништяков за подписку вдогонку. А Spotify самая универсальная платформа с мощной базой приложений, интеграцией во все, что только можно и уникальными фишками. К тому же больше всего подойдет аудиофилам. У меня сейчас подписка вообще на все. На что бы я ее отменил в первую очередь? Честно говоря, на YouTube Music. Вроде и толковый сервис, и с рекомендациями хорошо, и клипы есть. Но общая недопиленность и нелогичность системы с двумя полуживыми музыкальными сервисами смущает. К тому же приложений, кроме телефонов и телевизора, нет ни для чего. Поэтому последнее место. Надеюсь, что дальше положение YouTube музыки улучшится и искренне за нее болею. Apple Music не поражает воображение решительно ничем, кроме режима караоке. Но это солидный сервис, уже имеющий как много опыта, так и наработанную пользовательскую базу яблочников. И тех, кто первыми в наших краях подсел на музыкальные сервисы. Красиво, разнообразно, ярко. В остальном Apple Music сервис скорее отстающий, и до караоке не было у него ни уникальных фишек, а до iOS 14 ни всей красоты и функциональности конкурентов. Сейчас стало лучше, но яблокам есть что допиливать. Например, вообще не понимаю, как так получилось, что управление с других устройств так круто реализовано не здесь, а в Spotify. Как будто бы магию Apple немножко украли. Поэтому у Apple Music почетное третье место. Яндекс.Музыка – уникальный российский сервис, опередивший многих мировых конкурентов, что для наших разработчиков не просто достижение, а вообще уникальное явление. Тут очень много крутого, начиная от системы рекомендаций и структуры, заканчивая количеством ништяков за подписку, подкастами в приложении и опытом использования, который показал, что Яндекс.Музыка – очень крутой на самом деле сервис, который больше всего эволюционировал за все время и стал достойным соперником. Однако постоянная недопиленность некоторых фич удручает. Где нормальные тексты песен? Почему я не могу переключать радио на предыдущую песню? Где приложение на macOS и Android TV? И почему веб-версия не работает нормально с Safari? Вот эти все вещи меня очень бесят буквально каждый день. И никто их не спешит решать уже год. Поэтому Яндекс.Музыка на втором месте, а не на первом. По-хорошему, Спотифай в нынешнем состоянии ничуть не лучше Яндекс.Музыки. Вот вообще. И полноценно встанет на первое место лишь тогда, когда в нем появится все то, что есть за рубежом. Миллион подборок, подкасты, слова-песен. В умных колонках Спотифая практически нет. Хотя это очевидно вопрос времени, уже появляются такие колонки. И думаю, скоро будет немало их количества. Зато это самый старый музыкальный сервис в мире. За это время он успел допилить вообще все, что нужно было. Адское количество платформ. Великое множество персонализированных плейлистов. Лучшая функция во всех платформах Спотифай Коннект. Автомобильный режим. Самое высокое качество музыки. Да и рекомендации многие люди возносят до уровня небес. Хотя, не скрою, меня они не впечатлили совсем. Но своим удобством Спотифай подкупает очень сильно. Так что первое место, но пока что с сильной, сильной натяжкой. Отменять подписку на Яндекс точно пока не буду. Есть еще и другие сервисы. Тот же Дизер с музыкой высокого качества. И, прости господи, бум. Но они все либо непопулярны, либо вообще не дотягивают до функциональности этих. Поэтому их в этом сравнении и нет. Но есть комментарии. Там можно попробовать переубедить меня в обратном. На этом все. Спасибо за просмотр этого видео. Ну а если хотите смотивировать нас на другие, можете просто поставить лайк и подписаться на канал. В качестве поддержки самой лучшей аудитории в мире, можно еще закинуть это видео к себе в соцсети. Или отправить друзьям. Особенно тем, которые не знают обо всех этих сервисах. Увидимся в следующем видео. Всем спок. Пау. Пау.